Цветные кружочки на электронной карте это экипажи скорой помощи. Тут же на экране небольшая таблица. Адрес, диагноз, пол и возраст пациента. Новая компьютерная программа объединила сразу две системы. Это очень удобно, потому что приходится держать в голове большой поток информации, где какая машина, какой адрес, кто ближайший. А здесь все видно на экране. Еще один большой плюс оперативность. Диспетчер видит на карте сразу все автомобили, определяет маршрут и отправляет на вызов ближайший экипаж. Разработчики утверждают, программа сделает легче работу сотрудникам скорой, на плече которых и так упадает колоссальная нагрузка. Вне эпидемии ежедневно на станцию скорой медицинской помощи поступает порядка 600 вращений. В парке скорой помощи сейчас 66 автомобилей. На линию выходят от 30 до 40 машин. В среднем в день экипаж проезжает около 100 километров. В год все автомобили проходят около 3 миллионов. Новая программа учитывает и хранит транспортные показатели. В будущем году разработчики намерены ее модернизировать. Система создавалась примерно с середины, с конца точнее 2010 года. В том или ином виде она уже существовала. Диспетчеров не устраивало то, что им приходилось работать в двух системах одновременно. Этот проект пока пилотный. Обкатку проходит в Ярославле. Программу установили на этой станции скорой помощи в начале сентября. Подготовка шла целый год. Это первый этап реализации данного продукта. В планах и департамента развить эту систему на всей Ярославской области. Для того, чтобы видеть, где находятся машины, создать единую диспетчерскую службу, чтобы пациенты могли быстро и оперативно получать необходимую медицинскую помощь. Таким образом, весь процесс от получения вызова в диспетчерской и до госпитализации больного становится автоматизированным. Георгий Колчин, Антон Комаров. День в событиях.